Всем привет-привет! Отличной недели! Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему, что вы должны знать сейчас. Так, сейчас определяйтесь позициями, а я помешаю колоду. Я пью водички, и мы с вами приступим. Так, убираем позиции номер один, красный камешек. Зинечки смотрим, что вы должны знать сейчас. У тебя выложат три карты, и вот только на них мы и посмотрим, что вы должны знать сейчас. Итак, смотрим, что вы должны знать сейчас. Сейчас у вас идет какой-то этап обучения. Обучает вас гармонизация всех ваших тел. Какая-то вот идет настройка, и что-то новое зарождается в этом процессе. Здесь как будто бы какой-то... Это новый абсолютно этап вашей жизни. Вы больше внимания уделяете своему физическому, может быть, телу, каким-то физическим активностям, что раньше вам было не совсем свойственно. Потому что вы по своей природе интеллект, интеллектуал. Здесь еще есть такие моменты, когда у вас стало раскрываться ваше сердце. И это все связано с какими-то знаниями, которые вы получаете. То есть к вам приходит сейчас какая-то абсолютно новая информация. Вы ее обрабатываете. И вот вы как будто бы пересматриваете сейчас как-то свое прошлое, свою жизнь в общем. Здесь не про переоценку ценностей, а здесь про то, что вот исходя из новых каких-то знаний, новую информацию, которую вы получаете сейчас, вы на свое прошлое смотрите уже по-другому. С большей любовью, с большей теплотой, добротой, щедростью. То есть больше уже улыбаетесь, глядя на свое прошлое. Вы как будто бы принимаете. Вот от этого у вас открывается сердце. Вы наконец-таки начали принимать свое прошлое. Об этом вам нужно знать. Что еще вам нужно знать сейчас? Смотрите, да? Резонанс. Шестерка кубков тоже говорит о прошлом. Вы как будто бы, знаете, с пониманием относитесь теперь к себе. С пониманием. И вот что-то вы в себе стали принимать. Это классно, это здорово. Может быть, кто-то пересмотрел позиции дружбы. Может быть, кто-то пересмотрел какое-то, не знаю, может быть, было в прошлом предательство именно от людей, близким вам по духу. Ну, то есть это могут быть друзья, я не знаю, приятели. Но вот каким-то образом, да, у вас было осуждение в их сторону, а сейчас вы... Либо вы понимаете, по каким причинам тот или иной человек не мог действовать в вашу сторону. То есть здесь такое тоже может быть. Например, ушел. Либо человек не выбрал вас. Либо не выбрал то, что вы хотели, какое-то, может быть, общее будущее. И когда-то это вас очень уранило. А сейчас, глядя вот с высоты вашего нынешнего положения, здесь вы понимаете, в чем была причина. Просто потому что вы по-другому стали смотреть. Может быть, не все понятно вам в поступках и мотивах этого человека, либо этих людей, но вы с теплотой принимаете. Здесь как будто бы будущее встречается с прошлым. И вот эти вот две, два временных отрезка, они как будто бы вот будущее, оно освещает прошлое. И прошлое начинает светиться так же, как и будущее. И вот в этом соединении рождаетесь вы абсолютно новый. Вот что-то такое у меня идет. Я не знаю, как может быть будущее в линейном времени соединиться с прошлым. Может быть, это в прямом смысле. То есть люди, которые сейчас находятся в вашем окружении, они, возможно, знали вас когда-то. И вот вы встретились, как будто бы прошлое встретилось с вами сейчас, с вами другим человеком. Может быть, это возврат людей из прошлого. Там, я не знаю, одноклассники какие-то, да, либо друзья детства, либо какие-то родственники из прошлого. То есть вот здесь какой-то идет такой возврат этого прошлого. Но он какой-то вот такой, знаете, приятный, что ли. Может быть, из прошлых воплощений люди как-то приходят к вам сейчас. И вот благодаря тем знаниям, которые вы получили, я все-таки уточню, что здесь за знания, потому что они мне не дают покоя. Что здесь за знания? Вицыр Жезлов. Здесь какие-то знания, связанные с вашей позицией. То есть здесь какой-то позитив появился в вашей жизни. Какая-то вера. Вот вы как-то по-другому стали смотреть на жизнь, другими глазами, более добрыми, более позитивными. Вот изменилось в вас, именно в вашем сердце, что-то связанное с верой. Может быть, раньше вы были логиками, а сейчас стали больше романтиками и больше верите, вот как будто бы в хорошее. А раньше я не хочу сказать, что вот вы прям были стопроцентным пессимистом. Но здесь такое ощущение, что как вот брачное все было. А сейчас вот вы допускаете больше каких-то хороших мыслей, больше созидательных каких-то мыслей. Какая-то вот информация появилась о том, как вы можете быть счастливым, как вы можете получать то, что вы хотите. Информация о том, как быть, ну не знаю, более радостным что ли, что-то в таком роде, позитивном ключе. Информация, смотрите, опять же-таки, да, выпадает здесь девочка и здесь девочка, да, сила. Причем то, что я говорю, возврат, возврат, вот смотрите, как интересно. Здесь это прошлое, здесь это прошлое. Вот это вот аркан силы, да, эта женщина, она светлая, она идет, вот видите, она здесь светлая, здесь светлая. Она как будто бы идет из будущего. То есть вы из будущего говорите сами себе из прошлого. То есть поверь, все будет хорошо. Такое ощущение, что вот кто-то вам сказал, что в вашем будущем все будет хорошо. И вот вы как-то успокоились. Здесь идет прилив энергии, прилив сил. С чему связан? Связанно с тем, что вы наконец-таки высвободились, да, то есть у вас высвободились какие-то ваши убеждения, которые вас ранее ограничивали. То ли вы осознали эти моменты, то ли вы как будто бы поняли, что вас останавливает, что вас связывает. Здесь человек, который получил свободу. Может быть, это какая-то ситуация из прошлого, долгое время тянулась, и вот вы как-то освободились и ощутили вот эту вот легкость внутри себя. И заново вспомнили, может быть, это вы в прошлом, да, какой вы были, либо каким вы были в этом прошлом. Вспомнили себя и заново вот как-то родились. Что-то такое. Что еще вы должны знать здесь? Да, прямая, прямая позиция, да, тщеславия. Но я не буду читать в контексте тщеславия, я буду это читать в контексте того, что человек является победителем на коне. То есть здесь такое чувство, что вы в чем-то выиграли сами себя, да. То есть вы получили какой-то приз, который вы давно уже заслуживали, но вы его не принимали. То есть вы действительно что-то себе разрешили. А что вы себе разрешили? Смотрите, аркан солнца. Выйти, выйти как-то на свет, выйти из своей тени. Либо наоборот, разрешили себе проживать какие-то теневые аспекты. Такое тоже может быть. То есть то, что ранее не принимали, сейчас вы приняли. И опять-таки солнце, видите, позитив. Весь этот ряд такой достаточно солнечный, светлый, позитив. Надежду, какая-то вот надежда на будущее у вас родилась. Я не знаю, с чем это связано. Это то, что вас вдохновляет. Это то, что вами двигает. Здесь изменилась ваша вера. И поскольку она изменилась, и результаты ваши тоже изменятся, вы получите то, что вы хотите. Даже в большей степени, потому что это вам принадлежит по праву, но вы этого не имели. Я не знаю, чего здесь касается. Но вы этого не имели, потому что не верили, что вы можете взять. То есть здесь такое ощущение, как будто вам дают какой-то приз кубок, а вы его не берете, потому что говорите, нет, я этого не заслужил. Вам говорят, как? Ты пришел первый, да? То есть это твое по праву. Вы говорите, нет. То есть вы как будто бы себя не ценили и отказывались от того, что хотели на самом деле. Потому что считали, возможно, это убеждение и есть, что вы не заслуживаете это. Вы себе не разрешали это получить. А сейчас вы посмотрели, то есть вот знания, которые были получены, здесь очень какие-то глубокие знания. Они с одной стороны зародили ваш физический план, стали проявляться очень ярко, а с другой стороны открыли ваше сердце, исцелили ваше сердце. Но не полностью, но начинается уже ваше исцеление. Здесь идет просвет в вашем сердце. И это красное. Это вот прям благие такие новости. Это то, что вы должны знать сейчас те трансформации, те перемены, которые происходят в вашей жизни. Те перемены, которые происходят в вашей жизни. Так, это была первая позиция, голубой камешек, что я там, красный сказал? Нет, первая позиция голубой, может быть ошиблась. Голубой камешек, первая позиция, вторая позиция красный камешек, двоечки. Смотрим, что вы должны знать сейчас. Что вы должны знать сейчас. Так, что вы должны знать сейчас. Что сейчас наступает какой-то период, знаете, вот ласки, заботы, любви. Опять же таки, любви к себе. Вы как будто бы соприкасаетесь на данном этапе со своим каким-то бессознательным, то есть соприкасаетесь с каким-то чудом. То, что как будто бы кто-то получил какой-то дар, что ли. Здесь идет забота, забота о себе. Какое-то внимание вы уделяете себе. Либо уделяете внимание в большей степени своему бессознательному. Здесь очень много любви. Речь идет об этом. Здесь какой-то этап такой, когда человек отключает логику, он идет по зову своей души, он ведет, интуитивно двигается по жизни. И это правильно. То есть такое, знаете, ощущение. Возможно, у кого-то появились союзники, союзники с магической точки зрения. То есть это по сути вашей субличности, то, кем вы являлись в прежнем воплощении и на уровне бессознательного они вам помогают. Они вас ведут куда-то. Здесь какие-то помощники есть в физическом мире тоже. Есть вот такое ощущение, что вот кого-то вы слушаете, кому-то вы прислушиваетесь. Либо кто-то вам говорит какие-то приятные слова. Хочется сказать, кто-то заливает в уши. Но это вот хорошее, это здесь нету обмана. Здесь ваша душа радуется. Может быть, наконец-таки вы прислушивались к тому, что она вам говорила. Может быть, слушаете больше приятной музыки сейчас. Я не имею в виду в моменте, а вот последнее время. Может быть, слышите о себе приятные вещи. Может быть, говорите о себе наконец-таки приятные вещи, которые вас самих радуют. То есть раньше, возможно, вы себе не позволяли говорить о себе вот в таком ключе. Не знаю, может быть, все снялись, может быть, считали, что о себе не говорят хорошо, то есть только как-то критикуют. А здесь вот вы говорите, вам это нравится, вы это говорите уже с легкостью, вас это наполняет. Здесь вы слышите, может быть, от других людей какие-то слова благодарности, ваш адрес. здесь что-то такое приятное идет. Что еще вы должны знать сейчас? Так, перевернутый аркад, о чем он нам здесь говорит. Провал ожиданий. Здесь человек научился не выстраивать ожидания от жизни. вот я не случайно сказала, что вы идете сейчас по зову своей души интуитивно. Вы как будто бы поняли, что вот я хочу сейчас попробовать жить так, как мне говорит моя душа, так, как мне говорит мое сердце. Здесь идут какие-то кармические уроки, целью которых сделать вас счастливее, улучшить вашу жизнь. Для кого-то подсказка идет о том, что не надо ожидать ничего, потому что здесь что-то хорошее должно прийти в вашу жизнь, но этого ждать не нужно, и поэтому мне не показывают, что за форма этого хорошего придет вашу жизнь. для того, чтобы вы не включили свои мозги и не начали проецировать и создавать какие-то конкретные мысли формы. Здесь нужно научиться двигаться по жизни в доверии, по крайней мере, вот сейчас на данном этапе нужно доверять себе. Обратите внимание на сны. Сейчас они для вас важны, потому что они наполнены какими-то красивыми красками. И сны ваши сейчас больше вас расслабляют. Вы получаете больше удовлетворения от того, что вы видите во сне. То есть вы просыпаетесь достаточно бодрый и радостный. то есть первое пробуждение возможно кто-то просыпается на заре прям очень-очень рано. И всего того, что сейчас лето, вам нравится вот эти вот какие-то роса на листах, вот эти первые просветы солнца, когда самого солнца еще нет, но есть вот эти лучи на первый свет, то есть где-то в 4-5 утра. И вот эта энергия солнца она вас очень сильно наполняет. Здесь много радости я вижу, прям очень много радости. Это хорошо, это здорово. Это потому, что вы не строите какие-то планы, вы не стараетесь вписаться в какие-то рамки. Здесь человек живет сейчас как будто бы какой-то отдых что ли, как в деревне, сельская какая-то местность, то есть вдалеке от шума, вдалеке от какой-то суеты, даже если это город, но все равно какое-то такое место, которое вас наполняет. Вы сейчас живете, что вам нужно знать, что вы живете сейчас в своем каком-то мире, виртуальном мире, и создаете в нем ту реальность, которой хотели бы быть. И она вот приятная. Но велика вероятность, что если вы столкнетесь с реальностью, как говорится, спуститесь с небес на землю, можете разочароваться. Но это вот как-то не повлияет на ваше настроение. Почему? Потому что вы настолько наполнены сейчас светом, что тьма реального мира, она не может на вас воздействовать сейчас, она не имеет такого влияния. И поэтому вы не будете сейчас разочаровываться от того, с чем вы сталкиваетесь. Это очень напоминает состояние блаженства, что ли. То есть слово влюбленность это очень мелко по отношению с тем, что вы ощущаете. И вот в этом состоянии даже на самые негативные моменты вы все равно проливаете свой свет, вы смотрите на это с каким-то внутренним состоянием любви, что ли, благовением. И не то, что вы не замечаете негатив, но вы его освещаете своим внутренним светом, и поэтому вам от этого хорошо. это те моменты, когда действительно ваши ожидания не соответствуют с реальностью, но они вас не разочаровывают. Возможно, это впервые вы такое ощущаете, потому что вы почти всегда разочаровывались с тем, что как-то не находите гармонию вашего внутреннего состояния с внешним, с тем, с чем вы сталкиваетесь, соприкасаетесь с реальным каким-то миром, а сейчас ваша внутренняя она настолько стала мощным, сильным, и внешний мир, реальность стала настолько маленьким по сравнению с тем, что вы ощущаете внутри, что вот эта несостыковка света и тьмы, она идет в сторону света, и поэтому вас не напрягает, то есть даже если кто-то вас будет разочаровывать в физическом мире, кто-то вам будет говорить то, что вы не хотите слышать, либо то, что вам не совсем нужно, когда ваши мечты не будут реализовываться, когда ваши цели не будут достигаться, когда будут какие-то физические трудности материальные, вы не будете разочаровываться, потому что внутри вас есть этот свет, такое ощущение, что вы единожды прочувствовали что-то, соприкаснули с чем-то, и вот с каким-то источником, и вот эти вот все вышеперечисленные моменты, они будут для вас являться какой-то мелочью, с которой вы справитесь, да, то есть здесь человек как-то, который знает, что у него все получится, он не знает как, но вот эта вера, она помогает двигаться дальше, здесь об этом идет вечер, что еще вы должны знать сейчас, аркан сута, у вас идет перерождение, у вас идет как-то воскрешение, вы перестраиваетесь с тех моментов, когда здесь человек вырос, но причем очень вырос не в контексте того, что вы стали мудрыми, а здесь вы как будто бы перестроились, ваши энергии перестроились с более низких материальных на более высокий, такое ощущение, что знаете, вот когда человек вернулся в свою семью, человек вернулся домой, долгое время странствовал, путешествовал, вот он приходит домой, он чувствует, это мое, это мое место, оно меня наполняет силой, я в нем чувствую себя расслабленным, вот здесь идет какое-то переключение именно с умственных каких-то процессов ментальных на более эмоциональные, то есть здесь вибрации ваши поменялись, они поменялись внутри вас и как следствие через какой-то период вы посмотрите, как преобразится ваша жизнь, здесь человек как будто бы как-то высвободился из, как ошейник с него сняли, знаете, показывает ролики про животных, которые всю жизнь сидят привязанные к своей будке и они, но их никогда не выгуливают и вот когда с ней снимают ошейник, говорят о том, что ты свободен, это животное оно все равно не может удалиться от своей будки, оно уходит вот по кругу, по привычной своей траектории, да, вытоптанной многими годами, но через какой-то период как будто бы люди помогают этому животному поверить в себя, и он увеличивает круг своего вот этого вот ежедневного променада, он уже позволяет, разрешает себе идти дальше, больше, в каком-то моменте он начинает радоваться, да, то есть он бегает, он чувствует свободу, вот здесь вот что-то такое, то есть вы чувствуете какую-то внутреннюю свободу, вы не совсем это можете объяснить здесь, но здесь ощущение того, что очень много света с вами внутри вас стало, вы как-то изменили свои вибрации на более высокие, вы это тоже ощущаете, вы не понимаете, но здесь вопрос не в понимании, здесь нужно довериться этому процессу, он еще не завершен, но вы это чувствуете уже, и вас это радует, это напоминает, может быть у кого-то сейчас период дня рождения, да, поздравляю с днем рождения, такое ощущение, что вам пообещали сделать ваш самый любимый торт, и вот вы видите, как мастер, да, начинает, там, не знаю, печь кожи, забивает кремы, вы наблюдаете за этим процессом, и вы радуетесь, потому что вы знаете, что через какое-то время вы попробуете этот кусочек того, что вы хотели, он уже, он уже есть, да, то есть он уже в процессе создания, ничего не может отменить это, и вы этому радуете, вы это смотрите, наслаждаетесь, вот здесь какие-то такие энергии, вот это вот вам нужно знать сейчас, да, у меня же голос сел, иногда бывает так, когда долго записываю расклады, потому что через этот канал, транслирую информацию, так, позиция номер три, зеленый камешек, троечки, смотрим вас, ваша энергия, что вы должны знать сейчас, так, смотрим, здесь какой-то процесс любования идет, у меня такое ощущение, что может быть кто-то в отпуске, да, на отдыхе, либо кто-то мечтает об этом, такое чувство, что девушка здесь лежит на солнечном, на золотом песке и смотрится как-то вот в свое отражение, вот в эту вот гладь, гладь воды, и она как будто бы, не знаю, как-то вот пальцем так вот крутят и попаде, и идут вот эти вот круги, либо камешки маленькие бросают и идут круги, то есть здесь человек как будто бы погружается иногда в свое бессознательное, и он забрасывает туда какой-то вопрос, а потом наблюдает за теми волнами, которые идут от его вопроса в ожидании ответа, то есть здесь может происходить какая-то работа с вашим бессознательным, ну, либо человек действительно отдыхает сейчас где-то в отпуске, да, наслаждается морем, а здесь у кого-то мне показывает вот какое-то озеро либо речка, но она спокойная, здесь нету такого движения. Не могу понять тот момент, что вот вода как будто бы имеет какое-то влияние сейчас над вами, и это не имеет отношения к прошлому, а это имеет какое-то отношение как-то вот говорится, знаете, как подсказка остуди свой пыл, иди окунись в ледяную воду, вот в какой-то водопад, что ли, может быть, вам здесь очиститься нужно, можно пыл, может быть, у кого-то температура сейчас, да, и человеку нужны ванны, водные процедуры для того, чтобы температура упала, либо идут какие-то процессы, может быть, воспалительные у кого-то процессы идут, то есть сейчас идет какая-то активность очень яркая внутри вас, что вам нужно знать на этот счет, не могу понять, но у меня такое чувство, что то ли вам как-то подсказывает, что надо больше воды пить, либо наоборот очень сильно и чрезмерно активничает, здесь не идет ледяная вода, не просто вода, а не холодная вода, а ледяная вода я не могу понять, то ли эмоции кипят, бурлят, наоборот, надо себя как-то остудить, то ли может быть кто-то на кого-то злится, агрессирует, обижается, и здесь нужно остудить свой пыл, может быть, кто-то загорелся каким-то желанием, и хочет прям любой ценой его получить, и наоборот здесь говорят остынь, остынь, может быть забыть надо что-то, знаете как, не обращать внимания, до поры до времени, как будто бы здесь идет подсказка не время сейчас, надо заморозить, что-то надо заморозить, я не знаю что это, почему идет лед, не могу понять, лед, кубики какие-то, лединки, не знаю, не могу понять, напишите потом мне в комментариях, что это, что это, ну-ка давайте я уточню, я не пойму, я не могу понять, что здесь, двойка мечей, да, здесь какие-то, опять вода, опять вода и воздух, холодная вода, то ли здесь какие-то сомнения, здесь какая-то дуальность, двойственность какая-то, сомнения, по поводу чего, короля пендаклей, то ли по поводу своей зоны комфорта, то ли удобства, то ли по поводу финансовой стороны вопроса, то ли по поводу какого-то человека, с которым у вас есть обязательства, прям вот и не я, мужское и женское, дуальность, дуальность какая-то, полярность идет, человек хочет принять какое-то возможность здесь решения, но не может, что за решение, дьявол, поэтому вы и не можете принять, почему, потому что дьявол как будто бы вас искушает, проверяет, насколько вам это надо, в чем идет искушение, королев жезлов, либо по поводу какого-то общения, коммуникации, либо по поводу того, как проявить себя в социуме, как заявить о себе, как дальше можно зарабатывать деньги, как можно проявлять себя, то есть здесь вот финансовый вопрос стоит очень ярко на данном этапе, дьявол проверяет, дьявол проверяет, насколько вам нужно то, что вы хотите, здесь вот какая-то одержимость идет вашим желаниям, поэтому мне идет послание того, что лед, остынь, остынь, еще не время, хорошо, что еще вам нужно знать, прямая позиция, поглощение в высшем, да, здесь как будто бы надо обратить внимание на какие-то подсказки, которые вам дают с высшим, почему-то мне идет то ли гонг какой-то, то ли на флейте кто-то играет, вот как какие-то, как их называют эти инструменты, духовые что ли, вот все, что связано как-то с дыханием, флейта, трубочка, не знаю, какие все эти инструменты, саксофон, здесь вот как флейта идет, какое отношение это имеет к тому, что мы говорим, здесь нужно, может быть, обратить внимание на дыхание, вот если кто-то болеет, может быть, что-то связано с дыханием, то есть температура, даже если вот почему-то мне болеть пошла, температура связана с какими-то, с каким-то заражением, вирусом, дыхательных путей, то есть такое тоже может быть для кого-то, обратите внимание, а еще здесь, как будто бы надо переключиться сейчас с материального на духовное, это важнее, почему важнее, вот вам идет как будто бы какая-то информация, сейчас вам ее передают, причем информация, которая в дальнейшем вам поможет в том, чтобы заявить о себе в социуме, то ли какие-то навыки коммуникационные, то ли людей вам дадут, с которыми вы будете общаться, здесь вы как передаете, здесь очень много задействовано горло, опять же таки, почему идут болезни, не могу понять, гланды, что-то связано с горлом, это связано как раз таки с вашей коммуникацией с внешним миром, сейчас скажу, поясню, здесь какое-то учительство идет, наставничество, ваше мировоззрение, то есть, как вы можете общаться, то ли вы выходите в роли учителя, то ли вы находите себе какого-то учителя, здесь учительство и мировоззрение, вот эти вот два ключевых слова, я не могу связать их, думаю, вы поймете сами, обратите, здесь нужно обратить на это внимание, передача какой-то информации, то есть, здесь задействована горловая чакра и все, что с ней связано, мне же прям сложно говорить, кто курит, поменьше, курите, пожалуйста, сейчас, в данном этапе, здесь ваше горло обжигается, но я не думаю, что это какой-то алкоголь, может быть, какие-то горячие напитки, вот прям, я чувствую, что горло галит, у меня горит, от того, что я пью, вот что-то такое горячее, причем это не придает удовольствия, а наоборот, как-то вот обжигает, знаете, как мы говорим, попил горячий, да, только кипяток, у тебя обжегся, вот что-то такое, идет какой-то ожог, у кого-то здесь проблема с пищеводом, может быть, тоже, изжога, проблема с пищеводом, что-то вы не принимаете, не знаю, почему мне идут, пошли, диагностика по болезням, но здесь вот очень много огня, стихии огня, поэтому постарайтесь, пожалуйста, высшие силы вам хотят сказать, постарайтесь сгармонизировать свои вот эти стихии, то есть огонь, он выравнивается водой, ваша активность выравнивается пассивностью, ваша смелость выравнивается принятием, успокоением, огонь, здесь про дыхание, здесь очень много связано каким-то образом с дыханием, не знаю, может быть, специи много едите, постарайтесь убрать специи, там, перец этот красный, если кто-то ест такое, что горящее, тоже постарайтесь это убрать, наоборот, не ешьте сухо, сухо, что это за слово такое, как-то сухую пищу, есть какое-то такое слово, я его не могу ловить, слышу только сухо, как это слово не могу понять, то есть нужно побольше жидкости, либо еда должна быть жидкой, либо вы должны до такой степени рожевывать, что вот еда должна превратиться в жидкость, здесь перекос идет энергии, думаю, вы поняли о чем, вот об этом вам нужно знать, высшие силы вам хотят сказать, будьте внимательны, особенно ожогов, на солнышке не сгорайте много, можете сгореть, не наносите кремов, которые вы не знаете, могут вызвать у вас аллергический шок, у кого-то может псориаз обостриться, боже, что за сегодняшнее послание, не знаю, вот прям болезни, одни болезни странные, я в принципе не занимаюсь этим, что вам нужно знать, сейчас посмотрите, ну как это называется, сколько огня, видите, сколько огня, семерка железнов, защищайтесь, защищайтесь от чужого огня, умейте говорить нет, не бойтесь проявлять себя, быть собой, даже если, ну здесь идет какое-то влияние на вас, такое ощущение, что какая-то боевая магия, опять-таки огонь, идет на вас какое-то нападение, не бойтесь защищаться, у вас есть силы, либо наоборот надо как-то защищаться от своих, хочется сказать, родственников что ли, как набеги каких-то племен, не знаю, может быть с копом приехали, так, с копом это по-русски или по-гречески, не помню на каком языке это слово, ну то есть много народу приехало сразу, и вот вы как будто бы защищаетесь, такое тоже может быть, учитесь выстраивать границы, здесь еще может быть, вы что-то практикуете силой, и велика вероятность, что вы сможете утратить контроль над этой силой, поэтому будьте осторожны, то что вы практикуете, если вы не знаете, возможно вам здесь понадобится учитель, который поможет вам, то есть самостоятельно лезть, это опасно, какие-то взрывные механизмы у меня пошли, то есть если вы живете в военной какой-то зоне, будьте аккуратны, потому что взрывы, мины, бобы, что-то такое, либо бойтесь людей с взрывоопасным каким-то таким характером, вспомнила слово сухомятка, вот, видите, приключилась, не ешьте в сухомятку, помню сухое, старое слово не могу словить, вспомнил, сухомятка, не остерегайтесь людей с взрывным характером, для чего вам эта информация, что вам здесь говорят, смотрите, аркан влюбленных, сейчас не период для воин, для борьбы, сейчас период, выбирайте любовь, выбирайте единение, здесь подсказка о том, что вы должны принять, вот эта двойственность, дуальность, которая есть, вы отклонились от своего пути, вам нужно выровняться, что вам нужно принять, принять воду, как стихию внутри себя, эмоции, какие-то чувства, что вам нужно принять, аркан императора, причем аркан императора, наоборот, как-то умеет укоротить свою воду, здесь нужно принять, как какое-то свое упрямство, то, на чем вы настаиваете, как раз это упрямство, оно балансируется гибкостью, оно балансируется водой, мягкостью, то есть вам нужно принять в себе вот эти, то есть принять то, насколько вы можете быть жесткими, бескомпромиссными, и консервативны, и вам эти качества нужно сбалансировать, наоборот, мягкостью, принятием, открытостью, да, здесь вот это вот вам нужно принять, вот прям это очень-очень важно, то есть то, что я сказала, да, особенно даже если это про болезни, это все про одно и то же, насколько много вас огня, и его нужно сгармонизировать, вот об этом, это если вкратце, что вам нужно знать сейчас, вот аркан врубленных, он прям показал, да, это принятие, да, работайте, восьмерка Пентакли, работайте сейчас, над этим, и ваша работа, она должна приносить сейчас вам удовольствие, то есть в ней должно быть много воды, она должна приносить вам удовольствие, вы должны прислушиваться к своей интуиции, работа должна вас вдохновлять, придумывать какие-то идеи на почве воды, не знаю, творчество какое-то, в общем, в этом ключе, служить за свое бессознательное, здесь вот как-то человек, вот почему-то мне идет, отклонился очень сильно от равновесия, вот прям здесь как будто бы тревожит, бьют в колокол тревоги, что обратила внимание, вы знаете, мне показывают, как я это понимаю, как картинку машина, а в ней зажглась кнопочка масла, а в ней зажглась кнопочка масла, почему именно масло, а не воды, не знаю, вот как будто бы нужно обратить внимание, может быть действительно кому-то нужно обратить внимание на масло, а на топливо, я поняла, масло, топливо, то, что горит, зажглась, то есть слишком, слишком много, не знаю, такую картинку показали, ну в принципе она не совсем логичная, но вот почему-то это показывает, либо не подливай масло в огонь, вот что-то такое, так, вот такая была у меня третья позиция, не спрашивайте у меня, как этот аркан, да, имеет отношение к тому, что вы говорите, потому что иногда люди пишут, что блин, я же вижу вот это, да, а это означает, этот аркан имеет вот такое ключевое слово, почему вы, брат, трактовали вот так, скажу для новичков, я не трактую карты буквально, я трактую карты, говорила уже неоднократно, и зарекалась сама себе, что больше не буду это пояснять, и говорить, но все время почему-то идет, я читаю карты интуитивно, поэтому я не читаю их буквально по ключевым словам, то есть этот этап я уже переросла, я, карты в основном для меня нужны для сонастройки, то есть я смотрю на аркан, я сонастраиваюсь, а дальше идет информация, вот как она идет, то есть она не идет от аркана, она идет через другие каналы, поэтому не обращайте на это внимание, что вот увидели этот аркан, что вот это значит, значит вот такие слова вы ожидаете, нет, ну по крайней мере не на моем канале, все, прощаюсь с вами, голос уже окончательно сел, так, всего вам самого наилучшего, отличный, такой знаете, прохладный, приятный, я бы сказала, если у вас жара, так же как у меня, погоды, получайте удовольствие, расслабляйтесь, наслаждайтесь жизнью, всего вам самого наилучшего, всем пока-пока, пока-пока. Продолжение следует...